Приветствую! Наверняка вы уже слышали о том, что Министерство здравоохранения Украины установило 4-дневный максимальный срок прохождения ВЛК. И здесь мы, конечно, должны с вами порадоваться, что все-таки 4 дня, а не за 4 минуты. Это очень хорошо, это внушает такие надежды на объективное оценивание. И, конечно, нас интересует вопрос, а вот эта обязанность, она установлена для кого? Для врачей, для ТЦК и СП, чтобы они успели организовать, либо же это установлено для военно-обязанных. И, соответственно, если человек не успеет пройти за 4 дня, то к нему будут применены какие-то меры ответственности. Вот об этих вопросах мы сейчас с вами и поговорим. И, конечно же, нужно обратиться к первоисточнику, но, к сожалению, на сегодняшний день первоисточником для нас является только лишь публикация на сайте МОЗ. То есть на сегодняшний день нормативного акта, который бы устанавливал этот срок, в публичном пространстве просто нет. И когда он появится, мы об этом поговорим уже точнее. А сейчас смотрим сайт МОЗ. А на сайте МОЗ есть вот такая публикация. И вот именно здесь указано, что проведение медосмотров касательно пригодности к воинской службе не более чем 4 дня, проведение лабораторных исследований не более как 3 дня и проведение инструментальных исследований не более как 3 рабочих дня. Здесь, конечно, у меня сразу возникает вопрос, а точно ли в принципе врачи успеют это сделать? Я, конечно, не специалист в этом вопросе, но я, как, наверное, многие из вас болел, сдавал анализы и знаю, что есть такие виды анализов, которые по, скажем так, биологическим причинам не могут быть сделаны за 3 дня, потому что просто невозможно их сделать за 3 дня. Нет таких технологий на сегодняшний день. И, конечно, возникает вопрос, что будет в этом случае. Но для нас, конечно, главный вопрос, а для кого вот это ограничение? Для нас или для них? И вот здесь, если почитать, то мы видим, что пишет МОЗ. Вот обращаем внимание на вот это предложение. И еще раз обращаем внимание на вот это. В этом случае, к сожалению, оновлено спецификации и условия закупки медицинских услуг. И, далее что сказано? Сейчас, что сказано? Что сказано? Какой я делаю из этого вывод? А вывод следующий. Поскольку МОЗ изменила спецификации пакета медицинских услуг, это значит, что данное требование распространяется на врачей, не на пациентов, не на военнообязанных, которых направляют в больницу для прохождения ВЛК. То есть это то требование, которое должны выполнять врачи. И естественно, я посмотрел закон про ВО и ВС, закон про мобилизацию, постанову 1487. Там нигде никаких изменений в этом контексте не произошло. Никто не обязал человека пройти ВЛК за 4 дня. А это значит, что если вдруг по каким-то причинам вас направили на ВЛК, вы не прошли ВЛК за 4 дня. Ну какие это могут быть причины? Ну там очереди могут быть огромные. Кто проходил ВЛК прекрасно знает. Особенно если ВЛК проводить нормально, как это должно быть, действительно проходить медосмотр, а не просто руки-ноги есть, нормально, готов. То это занимает время. Естественно, очереди. И вот, например, если вы из-за этих очередей не прошли ВЛК своевременно, то не нужно по этому поводу переживать. Никакой ответственности на сегодняшний день никто не установил за это, никто не предусмотрел. То есть вот эти изменения, которые мы сейчас видим, да, установление ограниченного срока прохождения ВЛК, не идет параллельно с какими-то изменениями по установлению ответственности для мужчины за то, что он не прошел ВЛК за 4 дня. Поэтому здесь, ну вот, хочется мне успокоить вас, да, насколько это вообще в данной ситуации возможно. Конечно, с учетом того, что происходит вообще вот это реформирование системы ВЛК, установление граничных сроков, вот лично мне хотелось бы, чтобы был установлен минимальный граничный срок. Минимальный, потому что нам нужно создать, если мы уж говорим о том, что мобилизация должна проходить в соответствии с законом, что мы боремся с коррупцией в этой сфере, что мы боремся с нарушением прав человека в этой сфере, то мы должны установить некий минимальный срок, который должен проходить человек ВЛК. Независимо от того, пришел он, сказал, что я здоров или нет. Почему? Потому что, помимо того, что это вопрос прав человека, это вопрос еще и обороноспособности государства. И врач не может поверить на слово человеку. Ну, не должно быть такого, что жалобы есть, нет? А, ну, тогда здоров. В смысле тогда здоров? Так, а зачем тогда врачи? Зачем тогда ВЛК? Да, мог бы там сидеть военный, который всех, у кого нет жалоб, говорит здоров. Ведь когда мы говорим об соблюдении прав человека, мы должны точно понимать, что он здоров. Человек не может это определить, потому что есть заболевания, которые долгий период времени не вызывают у человека жалоб. Но они есть, и они критические. И человек может годами не знать. Да, ну, тот же Вилл. Как ты узнаешь? Ты узнаешь только тогда, когда тебе все. А ты до этого можешь долгое время носить и не знать. И другие есть подобные заболевания. Так вот, ВЛК должна проводиться для каждого человека. И нужно установить минимальный срок, чтобы каждый человек действительно прошел ВЛК. Его действительно осмотрел каждый врач. А для этого нужно время. Плюс, наверняка было бы хорошо, если мы боремся за правильность, да, прохождения ВЛК. Так может вообще убрать ВЛК из ТЦК? И убрать вот эти варианты, когда человека приводят в ТЦК и СП, и там за 15 минут он становится здоровым. Да, всю жизнь болел, а тут бац, исцелен, чудо явилось вообще. Так переведите ВЛК в больницу, пусть ВЛК проводят исключительно врачи поликлиники. И, соответственно, такого возможности уже не будет. Потому что одно дело порешать за закрытыми дверьми в ТЦК, в которые никого не пускают, да, прикрываясь тем, что это, мол, военная часть, спецрежим и все такое, мы никого не пустим. И больница, это совсем другой вариант. Туда может приехать адвокат, туда придет спокойно полиция. Так может вот так следовало бы сделать, да, что человек обязательно должен проходить осмотр в поликлинике, а не где-то за закрытыми дверьми. Ну вот вопрос, а почему же этого никто не предлагает? Почему этого не делают? Почему, несмотря на то, что мы как бы боремся за, так сказать, чистоту ВЛК, этого никто не сделал? Вопрос остается открытым. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, если вы разделяете вот те мои мысли о том, как можно было бы улучшить прохождение ВЛК, ставьте лайк. Если у вас есть еще какие-то идеи, пишите их в комментариях. Также приглашаю подписаться на мой телеграм-канал. И традиционно, конечно же, пожелаю вам удачи, благополучия и мира. Пока-пока.